Всем привет! С вами Наталья Маханёва. Канал Всё сразу. 17 февраля 2021 года. Наши перчики подросли, пора их пересаживать. Я пересаживаю его без пикировки. Такие стаканчики. Стаканчики, да. Условно будем считать это стаканчиком. Коробочка, в данном случае из-под сока, с дырочками. Надеюсь, видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть дырочек, короче. Дырочки не в дне, а именно сбоку. Так мне больше нравится. И да, конечно, первые перчики я буду сажать по одному в такой стаканчик. А уже потом последние, когда мне уже надоест и когда я уже наиграюсь, будут по два. Я использую вот такой грунт. Покупной, проверенный. Это не реклама, это просто то, что использую я. И добавляю в него золу. Что особенного, скажете вы, в том, как я пересаживаю перец? Да ничего особенного. Кроме того, что я делаю, это второй год немножко по-другому. С стаканчиком я прокладываю кусочек пленки, чтобы потом вместе с комом земли перец хорошо доставался. Прямо от того же пакетика, где земля была. Я отрезаю полосочки. И сейчас мы будем прокладывать эти полосочки на одном стаканчике и засыпать землю с золой. На данный момент это выглядит как-то так. Это не очень удобно, когда будем насыпать землю, но очень удобно, когда будем вытаскивать перчик с комом земли. Потянул за пленочку и все это вышло. Очень удобно. Корешки не отрываются. И перец не травмируется. То есть очень хорошо переносит пересадку в грунт. Ну, в данном случае в парник у нас будет. Кусочек пленки можно прокладывать что с той стороны, что слева направо. Как угодно. Не обязательно, чтобы торчали два краешка. Достаточно одного, за которым можно потом будет лучше питься и вытянуть ком земли с корнями. В общем, это выглядит вот так. Так, у нас 8 стаканчиков и 9 перцев, как оказалось. Один стаканчик у нас поделен пополам. Пленочки, краешки, огрызочки видите. Насыпала, конечно, я не подверг. Немножко в углубление посажу, а потом по мере роста буду подсыпать. Немножко проливаем, буквально из принцовки совсем чуть-чуть. И сажаем наши перчики. Небольшое углубление, водичка. А наши перчики сейчас выглядят вот так. Обильно пролила водичкой их. Обратите внимание, какой длинный корень у перчика. Вот такая длина корня. Посмотрите. Специально его положу на стол. Естественно, при посадке немножко корень будет закручен, потому что у меня стаканчики не такие огромные, как этот корешок. Я работаю при помощи карандаша. Обычного, простого карандаша. То есть карандашиком сделала дырочку. Уложила туда перчик, немножко помогая карандашом, чтобы руками там не копаться. И также карандашом немножко земельку притрамбовала. Соответственно, сверху побрызгаем водичкой. Вот так вот у нас выглядит в данный момент. перчики. Один закрылся пленочкой. Сейчас я ее уберу, сложу просто поднутрь, загну. Буквально, если земля им понравится и пересадка прошла успешно, ну как бы чтобы корешок, как говорится, не оторвался, не зацепился, ничего не... О, Господи! Не повредился, короче. То буквально через пару деньков они прям подрастут. Буквально на полсантиметра будет заметно, что им понравилась земля и все прошло хорошо. Адаптация завершена. На каждый стаканчик я делаю такие наклеечки. Перец желтый, дата пикировки, то есть дата пересадки. Помидоры пикирую, перец просто пересаживаю. Все, перчик подписан. Так как я очень мало поливала, когда сажала, я сверху, не затрагивая сам перчик, землю из пульверизатора немножко полью. Я немножко повторюсь, потому что уже похожее видео было. Перец и баклажан у нас в ведерочке, в улиточках, стоят на проращивании. Сейчас покажу, как они сейчас выглядят. Видео уже было. В верхнем правом уголке я сейчас прикреплю его. Посмотрите. Буквально несколько дней назад в пеленочке я поместила перец и баклажан основные, которые буду семена сажать в парник. Вот они уже наклюнулись. Первый был баклажан, а вот перчик. Тоже видите? Очень красиво, аккуратненькие, корешочки. И очень быстро. Стоят ведерки. Обязательно на донышке, чтобы была водичка. Не прокараульте, не пересушите. Особенно хотела обратить внимание, что воды не должно быть много. Буквально пару миллиметров на дне стаканчика, пару раз в день заглядывайте, подливайте. Потому что если будет воды много, семена просто не проклюнутся, а загниют. Все, накрываем, убираем. На подоконнике стоят они. Для кошки, конечно, стресс. Заняли ее подоконник. Но придется ей немножко перетерпеть это дело. На этом я буду заканчивать историю про перцы и баклажаны на данный момент в нашей жизни. А кому будет интересно, заходите и посмотрите рецепт хлеба. Очередной моей новиночки. Завтра выйдет видео с хлебом. А пока это еще, как сказать, полуфабрикат. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!